Шаббат шалом. Спешу говорить, потому что время близко. Благословляет Творца. Я благодарна Богу за то, что Он дал нам жизнь и Он продолжает её на земле. Я говорю уже семь месяцев. Сегодня большой праздник рождения Иисуса Христа. Почему Иисус умирал? Почему Он должен был страдать за грехи человечества? Об этом нужно познавать. И не надо судить Бога за все беды, которые на земле. Я знаю, что люди ждут чудес не вместе с тем, а Боги они слышать мало хотят. Я смотрю по своим видео, какие темы привлекают внимание людей, какие отвергают люди. Я могу обвинять людей в глупости, в жестокости. Но об этом всё сказано, что в последнее время особенно будут люди жестоковыми. Это, верно, связано с тем, что жизнь всё дальше увеличивает, как бы сказать, разнообразие своё. Потому что люди достигают каких-то новых технологий. Наука развивается. Но наука мало кого интересует. Больше развлечений всяких. Вот. И таким образом отвлекаются люди от Бога. Но люди страдают. И бедствие приходит на землю. Нужно это Богу? Почему нужно? За что судит Он свой народ? Верующих, неверующих. За что Он судит? И сегодня я получаю. Аллилуйя! Потрясающее откровение. Просто чудесное откровение, о котором я уже говорила, но не находила подтверждения. А всё кроется в том, что неправильный перевод. Во-первых, два текста параллельных. Матфея, 24 глава, 19 стих. И Луки, 21 глава, 23 стих. Там и там говорится вот эта фраза, какой я сегодня озаглавила своё выступление. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Есть такое. Это Луки и Матфея. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. То есть начало одинаковое. Матфея – это отдельный стих, 19-й. У Луки – это часть стиха. А дальше и у Луки продолжение. Кстати, конечно, я скажу, что слово «беременным», как слово греческого перевода, отсутствует вообще. То есть там слова «беременным» нет. Кто придумал этот «беременный», кто дописал это слово, я не знаю. Чётко «беременная» в Луке переводится предлог со значением «местонахождение в пространстве или времени». Вы, на, по, посреди, между, почему? Мы его перевели беременным. Интересно. Дальше. У Матфея, смотрю, беременным. Слово «иметь», просто «беременным». Горе есть точно. Чётко. Горе возле скорби. Чётко. Ж есть частица, которая означает противоположность. А, Ж, однако, впрочем. И тут очень много значений этого частицы. Ж, уточнение, выводы и так, усиление, уступление – это всё вот это вот частичка, которое переводится здесь же. Но «беременным». Ещё раз повторяю. Матфея – это просто глагол «иметь» переводится «беременным». Вот. А у Луки ещё интереснее. Слово «беременным» переводится как какой-то предлог со значением «местонахождение в пространстве или времени». Вы на попосреди между углом. Дальше. Дальше. У Луки идёт и так, и так же. Дальше. Одно слово переводится, одно и то же слово переводится «питающим сосами». То есть одно слово «переходное кормить грудью, питаться сосами, непереходное питаться сосами или грудью». То есть вот это вот одно слово переводится двумя словами в русском языке «питающим сосами». У Матфея то же самое. Двумя словами переводится одно слово из греческого языка. Питающими сосами. Дальше. В те дни. Значит, предлог со значением находения пространства или времени в. Дальше. Или посреди, или между, или у. Много очень понятий. Дальше. Те, тот, дни, день, сутки. Здесь всё правильно. Кроме беременной. Беременной. Извините. Уметь это не беременной. Питающими сосами. Дальше у Луки, который имеет продолжение этот стих. Тоже вы на посреди, между то же самое. Те, тот, правильно, и дни, день, сутки. Та же самая фраза. Дальше. Аллилуйя. Переводит Луку. Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. Господи, помилуй. Почему должен быть гнев на беременных и питающих сосами? Думаю, ну как? Во-первых, кстати, между прочим, Бог мне не давал даже эту главу читать. Я читала всегда о конце времён и у себя ролики записывала по Матфею. Немножечко вспомнила Луки, но я её не дочитала. И тут вот. Почему так перевели? Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ. То есть самые грешные люди – это беременные, которых, кстати, беременными вообще слова не озвучили, но питающими сосами есть. Горе тоже есть. Скорбь. Скорбь. Иисус говорил. Плачьте о детях ваших. Не обо мне плачьте, а плачьте о детях ваших. Скорбь. Бог предупреждал о скорбе. И тут. Почему скорбь? Причина должна быть. Почему вот это скорбь? За что судятся беременные женщины? Извините, Бог святой. В Титане, как вчера смотрю, людей с новорожденными, женщин и детей, в первую очередь спасали и садили шлюпки. Даже усилия прикладывали, чтобы отрывать их от мужей. Женщин защищают. Ну, слава Богу, это мужское достоинство. Это с покон веков так было, правильно? Рыцари защищали дам. Понимаете? Слава Богу, спасали жизнь. Мужчины остались умирать. А Бог что? Ниже человечества? Он что? Приготовил великое бедствие для каких-то женщин? Беременных ещё. Ну, тут беременные вообще нет этого слова. Питающиеся сами детей. Что это? Какого Бога мы представляем, переводя так Библию? Какие святые переводили эту Библию? Так вот, что я нашла для себя, сравнивая переводы? Дальше. Матфея пока не трогаем. Луки, что говорится после этого? Матфея чётко известно, кстати. Вернёмся. Молитесь, чтобы бегство ваше не было зимой или в субботу. Вот чётко звучит фраза. После этой фразы питающимся сами горе. Питающиеся беременные, там нет указания. Молитесь, чтобы бегство ваше не было зимой или в субботу. Молитесь, чтобы бегство ваше не было зимой. Или в субботу три раза повторилось. Может, будем соблюдать субботу уже? Наконец-то. Те, кто такие умники большие, что не весь закон надо соблюдать. Учителя закона. Что вы там делаете? Чем вы занимаетесь в церкви? Дальше. Великая Иба. Значит, после этого возвращаемся в Лука. 21 глава, 23 стих. Частица со значением логического подчёркивания. Ибо потому что, а именно, действительно, в самом деле, вот, понимаете, вот, действительно, в самом деле, ищем причину, почему горе питающим сосами в те дни. Объяснение даёт Бог? Даёт. Какое? Логическое подчёркивание. Это частичка, которая идёт сразу после фразы «горе же беременным и питающим сосами в те дни». Частичка со значением логического подчёркивания. Значит, сейчас идёт логическое подчёркивание. Почему? Логическое. Логика. Да? Бог подчиняется логике. Конечно. Не надо говорить, что Бог сотворил все физические законы. Он сотворил. Как оно сотворилось, он тоже этому подчиняется. Силы тяжения есть, и мы падаем. Понимаете? Да? Силы тяжения есть, потому что она есть. А не потому что Бог её сотворил. Правильно? Ну, так надо, наверное, чтобы мы не летали. Так может, всё-таки надо отдыхать, чтобы не было столько травматизма? Дальше. Или соблюдать закон какой-то. Да. Частичка. А именно. И действительно, в самом деле. Вот это очень важно. Подтверждение. Это частичка используется для подтверждения. Действительно, в самом деле. Следующее слово. После этой ибо, которое перевели. Великое. Большой, огромный, великий. Да. Большой. Ибо великое. Что великое? Глагол будет. Идёт. Буду, стану. Буду, стану. Буду, стану. Дальше идёт бедствие. На самом деле, тут идёт необходимость, неизбежность, нужда. Потом идёт значение бедствия. Потом третье. Принуждение, вынуждение. Возможно. Насилие и пытка. Ничего себе. Перевод слова. Возможно. Где вы такое видели? Кто позволяет слово переводить с приметкой «возможно»? Так вот, необходимость, неизбежность, нужда. О чём мы говорим? Почему будет нужда, необходимость, неизбежность, неизбежность? Почему неизбежность в этом горе для питающихся сами? Почему? Потому что души у Бога подсчитаны. Потому что есть реинкарнация. И если вы не понимаете вообще, что всё логично после этой фразы, то я просто не знаю, с кем я разговариваю. Я понимаю, что человек ленивый умом, его поражает страх. А когда он страх, хам поражён, то как страус, он закапывает в песке свою голову. Поэтому видео отключается мои, потому что это не нравится. Мы будем жить дальше в страхе, а потом хулить Бога, что люди страдают. То есть кто-то сидит, объясняет Слово Божье. На него забили. Ладно. Дальше. Бедствие переведено неправильно. Его нужно было перевести, потому что это великая неизбежность. Даже необходимость. А неизбежность. Необходимость только смириться с этим надо. Это великая неизбежность на земле. Во время, на основании. Кстати, нету земля вообще. Понятие земля здесь не переводится. А переводится предлог со значением. По, над, при, близ, подле, пред, вообще. Вообще нету такого. Неизбежность. На основании чего? Во время чего? На основании. Во время, кстати, когда неизбежность? Почему неизбежность? И когда неизбежность этого горя? Дальше. Идёт частичка И также. Так оно правильно переводится. Потом переводится гнев. Вот тут идёт гнев точно. Гнев, негодование, ярость. Гнев у кого? Гнев может быть у людей, которые, конечно же, не хотят смириться с неизбежностью. Гнев может быть у людей, которые хотят жить, а их внуки хотят им правнуков или праправнуков. Может такое быть? Может. Человек хочет жить. А они молятся о внуках. Ой, мы хотим, бабушка, тебе пожелать, чтобы ты дожила до правнуков. А вот эта вот неизбежность подтверждает, что бабушка не может дожить до правнуков, потому что бабушка и будет той правнучкой. Понимаете? Что такое реинкарнации? Реинкарнации. Конечно. У некоторых нету до сих пор веры в реинкарнации. Нету. Это же гриф большой реинкарнации. А вдруг она и есть, эта реинкарнация? А вдруг ты лжёшь? А вдруг ты что-то убавляешь в пророчестве? Что будет после этого, если ты убавил с пророческого слова? Что ждёт людей, которые убавляют или добавляют? Читаем откровение. Что ждёт людей? Язны будут, да? Или будет вычеркнут в книге жизни тот, кто не верит в Слово Божие. Не страшно ещё? Проповедники слова ещё не страшно вам? Дальше. С означением местонахождения, пространства и времени. Нам. Гнев. Народ. Народ. Люд. Население. Сей. Неизбежность. Не бедствие. А неизбежность. Где? Неизбежность. На планете. Вообще. Везде. Неизбежность. На планете. Слово гнев, негодование, ярость. Идёт. Местохождение, пространство и времени. На народ, люд, население. Сей. Но тут ещё тайна. Для меня не открыта. По настоящей нужде параллельное место. За лучшее признаюсь, что хорошо человеку оставаться так. Так. Вот. Гнев, негодование, ярость. Ну, я думаю, что это ярость, вот именно ярость тех людей, которые не хотят смириться с неизбежностью. Так оно и есть. Так что, Матфея, у Матфея, молитесь следующей, идёт, вместо того, вот этой фразы, ибо, я уже не хочу говорить по-старому, я не хочу уже говорить по-старому, ибо это неизбежность на планете. Это неизбежность. У человечества это неизбежность. Я поняла. Всё. Всё мне открыто. То есть, Бог предупреждает через пророков, и пророкам, он говорил, они не смирялись с этим, что будет окончаемая ожидальность. Люди с этим не смиряются. Люди с этой неизбежностью не соглашаются. Вот. Поэтому страдания на тех, кто зачинает детей, они сами виноваты в том, что они не верят Богу, и вот на них, когда дети их погибают, умирает это страшное горе, не спорю, это страшная беда, когда дети погибают. В этом уже Божий гнев. То есть, когда пророчество идёт, что рождаемость заканчивается, вы не послушали это пророчество, вы хотите детей, вы молитесь Богу, Бог даёт вам детей, но вы увидите, гнев на этот народ непослушный будет. Он состоится. Дальше. Параллельно местописанию Матфея идёт предложение молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Я думаю, что, вот мне сейчас открывается, что если вы не будете молиться, если вы будете, вы будете иметь детей, как просите, что просите, то получите, вы будете иметь детей. но если вы не будете соблюдать субботу и закон, то можете потерять жизнь и вы тоже. Вот такая страшная история у нас на конец времён. Будьте благословенны. Будьте благословенны.